здорово в кадре у нас небольшой радиоприемник texan pl310 достаточно маленький вот смотрите какой малыш если я вот так вот держу так то он кажется большой но это на самом деле малыш карманный приемничек расскажу почему для чего почему выбрал именно такой вкратце выбран был такой потому что мне нравится дизайн вот такой вот техники какой-то из 90-х двухтысячных такой немножко угловатый с подобными кнопками во вторых он достаточно компактный популярная модель вот что она умеет то есть посмотрите что по диапазонам она умеет но хочу сразу предупредить если вам нужно что-то какой-то мини карманное радио слушать музыку именно музыку вот лучше посмотреть на другие модели потому что вот эта модель в качестве проигрывателя именно музыкального она не очень она реально не очень динамик глуховат мне кажется плохого качества динамик есть меня намного на других каких-то даже на мобиле музыку приятнее слушать там более звонкий сочный динамик здесь он глуховат но для того чтобы слушать речь и радиопередачи для чего эта штука как бы предназначается это вещь адекватная есть модельки от других брендов множество моделей от того же texana есть модель где два динамика и вставляются карты памяти там есть модели с bluetooth у меня например есть модель где два динамика от того же texana по бокам и туда вставляются карты памяти тоже очень неплохая адекватная модель но опять же да отлично карты памяти вставляется может с них музыку слушать но там органы управления неудобные проигрыванием с карты памяти там на нем тоже динамики плохие по сути не очень приятный для прослушивания музыки так что вот покупается такая штука в качестве ну просто вот для меня это интерес к таким вот устройством посмотреть что что вообще вещается на таких диапазонах послушать меня не было радиоприемника компактного и выбрав из я посмотрел мне дизайн понравился выбрал вот этот наверно немножко уже жалею и сейчас я вам покажу как выглядит коробка все бумажечки может быть немножко расскажу про меню что на нем можно слушать как здесь все происходит ну как-то кратко попробовать рассказать просто про это можно полчаса говорить обычный пакет из китая данном случае у меня была доставка курьерская с деком настолько помята упаковка открываем хотя было все бабал пузыриках ну то есть достаточно мощных но видимо такие вещи надо все таки хрупкие поставлять в картонной упаковке вижу все здесь порядке с ним так вот чехольчик наушничек бумажечки у нас внутри установлены аккумуляторы подключаю кабель mini usb пишет ча и начинает заряжать я естественно свои они лупы в этом чуде заряжать не буду попробуем вынуть батареи подключить снова к сети посмотрим будет работать или нет оп включаемся работают то есть можно без батареек питать его от стационарной зарядки на micro usb все будет отлично вынимаем сразу миг пока мигает что нужно поставить батарейки а то все сбросится только что выключил камеру он неизвестный мне причине забаговал стал писать low и не включается хотя полярность батареи у нас правильно я их только что поставил показывала полную шкалу все отлично то есть правильно полярность батарей и не включается пишет low комплект идет шнурок на запястье который невозможно снять не раскрутив корпус и вот такой чехол который не выполняет никаких защитных функций кроме как декоративные он при закрытии царапает корпус вот здесь вот молнии так что он в потенциале процарапается ну если бы этот чехол был из какого-то нормального такого толстого неопрена он бы выполнял защитные функции а так он из-за совершенно тоненькой ткани и вот такой вот транспортировочный чехольчик имеется я как бы транспортирую дать действительно в чехле хорошо что он есть но опять же я вот открываю молнию он у меня бьется вот вот об эти все детали бегунком молнии не очень грамотно это спроектировано и он достаточно тонкий и защиты вот ударов совершенно не выполняет значит питается вот это вот от батареечек сейчас у него снова три батареи здесь три аккумулятора и не луп плюс можно это устройство заряжать от любых power bank вот таких допустим но обычно вот такие вот power bank и они имеют разъем микро юсби а здесь чуть устаревший уже мини-юсби поэтому нужно приобретать специальный такой переходник с микро юсби на мини юсби у меня он есть но что-то под рукой сейчас не могу найти в принципе для загородного дачного приемника динамик достаточно громкий на максималке защита это ресурс а кпд и вот этот баланс тепловой он никуда не денется если у нас сейчас на 30 очки в принципе слышно достаточно хорошо но вот достаточно долго надо листать до 30 очки громкость видите как я долго от минималки до максималки как я долго листая громкость нормальной температуре но мне кажется это должно быть все гораздо быстрее то есть быстро крутнул ручку и громкость увеличен на корпусе здесь обозначение что три по полтора вольта полярность какая должна быть с этой стороны в каких он работает диапазонах ну и здесь тоже к это дополнительная информация соответственно с этой стороны у нас громкости громкость не плавная громкость ступеньками это не очень круто с этой стороны соответственно мы листаем смотря в каком режиме находимся либо листаем станции либо листаем соответственно с каким-то шагом там допустим 1 килогерц мы листаем что у нас там есть здесь у нас динамик соответственно здесь можно поставить будильник чтобы он либо пищал либо включал радио и да такое бывает у меня один раз он неожиданно сработал когда я забыл его отключить здесь можно настроить время соответственно сейчас 15 часов 15 минут это тоже все настраивается тут у нас 15 градусов градусник кстати на данном приемнике отображает реальную ситуацию то есть я внес помещение 24 градуса тут столько есть значит вывес за город я поглядим посмотрим чем тут найдет у нас тут за городом соответственно в ночное время мы это все смотрим еще при этом 46 ну и каких-то треньканье на каких-то не очень нравится вот в этом приемнике то что у него здесь регулятор громкости то есть минималка она достаточно громко я бы хотел чтобы здесь все-таки была плавная регулировка громкости а не ступеньками на мой взгляд ступеньки это не круто нифига то есть то что громкость ступеньками регулируется дальше по этому приемнику что еще хочу сказать что не круто не круто то что здесь вот эта ручка так вот снимается чуть ли не отваривается она нихрена не держится там на своем месте это я во всех отзывах встречал достаточно бодренько вот допустим я щас 30 значит 30 ну нормально чего короче прикол в чем я не супер специалист но могу так сказать я так понимаю ну что вот это у нас получается цифровое здесь все то есть мы если листаем у нас на секунду все замолкает и не совсем удобно а а вот на аналогом мы крутим так ручку плавно и все классно то есть вот это конечно не очень круто что здесь так и было бы просто изумительно если бы было бы как на старых вот советских приемниках где крутишь ручку и все плавно но видим вот уже этот цифровая эпоха вот все у нас вот так во первых еще хочу отметить что кнопка включения этого приемника некорректно у меня как-то работает во вторых что появилась у нас lv в менюшке я пришлось сейчас кстати глянуть инструкцию потому что в полевых условиях я забыл как это делается нужно выключен приемники зажать вот эту кнопку появится lv он теперь включаем вот у меня иногда происходит баг кнопки включения не всегда корректно нажимается включилась и вот мы можем теперь нажимая на эту клавишу в средние волны переключаться на лв давайте попробуем на лв чем найти и темп изи тюнинг мод нажимаю кнопочку изи тюнинг мод и ничего нет у нас на лв окей тут антенна слабенькая плюс разное прохождение днем и ночью тоже надо иметь ввиду в общем вот так инструкция размещу в описании pdf на русском значит что по размерам данного устройства выключим звук весит она с тремя аккумуляторами не луп 267 грамм плюс еще если мы учитываем чехол это еще 21 грамм размеры здесь максимальный 135 на 87 на 29 миллиметров то есть в принципе это устройство компактная и не слишком тяжелая на мой взгляд 267 грамм ну то есть с чехлом 288 вы на работе с чехлом таскать жалко что чехол мягкий не какой-то жесткий вот это откидывается это откидывается и ставится вот вот таким вот образом антенна открывается поворачивается и выдвигается вверх и вот так вот он стоит играет музыку под таким углом можно естественно ставить с таймя таким вот образом тоже все окей на боковой панели зарядка наушники антенну можно подключить у меня нету никаких подходящих ничего подключить не могу проверить это все дело вот эти мы сейчас находимся видите листаем p11 12 мы находимся в канальном режиме что перейти частотный вот видите здесь написано vm vf кликаем сюда видите мы листаем как если мы начнем крутить ручку быстрее ведь две такие появляются здесь это тогда она будет быстрее можем вот так вот а можем быстрее крутнуть видите сразу как намного быстрее идет листание то есть это хорошо придумано то что и есть такая темка естественно здесь есть кнопка дисплей нажимаем на нее это то что отображается здесь сверху то есть можно разные варианты отображать можем отображать когда будет будильник сработает 8 утра можем отображать какая-то температура сейчас можем отображать текущее время а можем отображать мощность сигнала ну я даже ну это прикольно то есть ну не качество сигнала отображать то есть и можем там что-то выбирать давайте вот попробуем хорошо то есть это можно без звука определить какой у нас как бы сигнал но это так для радиолюбителей забавной функции значит вот эта кнопочка это видите light снуть тут снизу подписи кнопок то есть подсветка экрана выключить подсветку экрана соответственно вот тут замочек у нас то есть я подозреваю что если мы зажмем эту кнопку будет блокировка да видите замочек не работают никакие кнопки громкость работает блокировка работает а случайного включения в кармане где-то еще здесь защита если можно каналы в память забивать специальная кнопка можно отключить звук клавиш который напрягает это тоже без проблем то есть все звук клавиш отключен это приятно приехала мне вот такой вот еще чудо это тоже самое только с двумя динамиками с подсветкой клавиш более толстая с карты памяти есть еще версия с bluetooth чтобы с мобилки музыку слушать но это версия с mp3 то есть здесь ставится карта sd и соответственно можно слушать музыку батарейки точно также три штуки как и в этом устройстве что довольно странно могли бы раз такой огромный корпус сделать и побольше батарей но на самом деле вот эта штука я прям удивлен с того как она держит батареи ну смотря какие может у меня просто хороший аккумулятор они луп но держит батарею просто как зверь этот будет держать послабее здесь кнопки более с плавным откликом здесь кнопки более такие щелкающие с трудом нажимающиеся здесь не нажимается мягче приобрел потому что мне нравится вот этот дизайн такой меня видно приобрел в связи с тем то что понял что мне нужно скорее не такое устройство кому ну карманная компактная то есть вот этот вот весит texan 310 261 грамм вот этот вот снаряженном виде уже с батарейками 436 грамм то есть побольше что мне больше нравится вот такая вот штука стационарная базовая для дома до дачи и кемпинг вот это будет вариант интереснее на мой взгляд тюнинг вот вот такой штука реализован в отличие от этой дурацкой соответственно все то же самое зарядка есть 5 вольт от micro usb соответственно работает так вот ну и конечно антенна вот этого у него побольше и ловит он намного 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 лучше и друзья товарищи мини вывод по этому устройству которым я пользуюсь уже около месяца тоже в этом обзоре хочу озвучить я знаю что есть texan еще еще и мельче моего того малого на которой обзор этот был но там уж вообще на на звук жесткий вот на этот побольше туда два динамика звук вполне неплохой но все-таки не очень качественный и самое главное в таком конечно это звук должен быть то что вы я не какой-то радиолюбитель я не x какие-то передачи слушать нормально но вот допустим музыку послушать некомфортно поэтому если вы с точки зрения музыку послушать они с точки зрения того что вы энтузиаст вот этого всего дела то возможно это не лучший выбор то есть mp3 здесь криво реализовано слушать не очень удобно и качество невысокое качество воспроизведения ну такие что динамики не знаю не звонки глуховаты не очень в общем и наверное могу рекомендовать каких-то других производителей конкретные модели не буду называть но реально других производителей если вы вот не прямо энтузиаст радио и вы не берете вот под какую-то задачу то есть мной было приобретено просто под задачу познакомиться могут с работой вот в этих диапазонах что там вообще есть как это все работает и просто такая мини шарман к музыку послушать тоже то же самое радио и это не лучший образец для данной задачи поэтому вот реально что классно на ней слушать это дискотеку 80 их там вот такие треки что им то что здесь такие глуховатые динамики это не важно вот минус того что нету нифига подсветки клавиш я сейчас палатки мне приходится включать фонарик чтобы что-то настроить ну хотя я могу какие-то забитые радиостанции так ли стать но все равно блин а почему нету ее вот в таких ситуациях она нужна полумраки в доме то есть подсветка клавиш необходимо часто полумраки слушаешь радио и так далее ну и такой как мини вывод целом устройство умная без проблем что хотите то и слушайте альтернативный источник информации такой вот радио приемник я как вот начал рациями интересоваться я сразу подумал надо вот такую штуку брать но возможно я не совсем целевая аудитория вот этой штукенции я люблю послушать музыку когда чем-то занимаюсь но музыка здесь не слишком качественно она не слишком правильно реализована радио слушать ну нормально окей но я не совсем целевая аудитория я не такой радиолюбитель который сидит и ночами крутит или слушает вот что там о чем идут разговоры вот и поэтому у меня обзор такой достаточно критический на ютубе я видел полно видосиков про этот приемник с подробно разжеванный технической информации я же вам какие-то свои мысли донес как я это все вижу вот разобрался со всем управлением все понял как здесь что работает ну и вполне все адекватно корпус приятно выполнен качественно ну и ностальгические чувства так сказать по технике из 90-х приятная вещица но однако же смотрите надо она вам или нет как вы живете впишется ли она вообще ваш обиход испытываете ли вы нужду в таком продвинутым дорогом радиоприемнике или вам хватит за 500 рублей что-то купить простое что будет музыку балакать и даже возможно это что-то простое за 500 рублей будет балакать музыку более качественно и приятно чем вот это разговоры всякие передачи где там люди вещают просто слушать отлично с этого динамика но я думаю под это и заточен все чем хотя поделиться ссылочки и дополнительная информация в описании пока пока увидимся на канале как походное радио на пойдет развлекаться но великоват великоват есть еще более мелкий радио с картами памяти совсем а здесь только слушать радио эфир поэтому как походное радио лучше которая с карты памяти все пока пока